В прошлом году Видноскому театру ТВИТ было присвоено звание Народного. 2014 год коллектив ознаменовал новым спектаклем «Палата бизнес-класса». Предпремьерный показ жители могли видеть в начале лета. И вот комедия вновь на сцене Центра культуры и досуга района. Автор пьесы Александр Коровин. Один из сценаристов таких известных сериалов, как «Улицы разбитых фонарей», «Марш турецкого» и других. Наш корреспондент Людмила Медведева побывала на премьере и готова поделиться увиденным. В субботу 18 октября зал Центра культуры и досуга города Видно был полный. Все пришедшие ждали начала представления. Коллектив театра ТВИТ всегда нас радует своими премьерами, своими спектаклями. Многие спектакли мы ходим смотреть и второй раз. Но сегодня в такую пасмурную погоду пришли сюда как на праздник. Потому что ждем чего-то необыкновенного, чего-то интересного, увлекательного. Опять будет блеск талантов нашего родного театра. И вот, наконец, погас свет. В образах персонажей пьесы на сцену вышли любимые артисты. События разворачиваются в рядовой больнице, куда попал на срочную операцию большой начальник из департамента землеустройства. И это непредвиденное обстоятельство нарушает режим отлаженного механизма работы учреждения. Напрягаются тысячи нитей, пронизывающих жизнь Рязницкого. Его играет Николай Баларев. Трещит по швам коммерческая афера. А тут еще сосед по палате, актер изумрудов. Его играет Кирилл Музалевский. Люди из разных миров, с разными шкалами ценностей. И, собственно, на этом многое завязано. Он порывистый, может, в чем-то наивный, может, в чем-то хвостливый. Но в душе, внутри своей, человек глубоко порядочный. Не хочу сказать, что это я взял, что это я такой человек глубоко порядочный. Это персонаж вот такой вот. Невольно изумрудову приходится подыгрывать чиновнику, поскольку в больнице одновременно появляется и жена, и любовница, и ее муж, как выясняется сотрудник департамента. Захватывающая интрига закручивает сюжет так, что его невозможно просчитать. Зрителю же при этом дают возможность волю посмеяться. И, может быть, в чем-то узнать себя. Никто ничего не слышал и не видел. Вы поняли? Народ безмолвствует. Заткнись, сволочь! Раздавлю! Всех раздавлю! Хоть кто сон! Виктор Сергеевич, Виктор Сергеевич, кровотечение открылось! Я обслуживаю врачей страшного персонала! Реалистично все, как в жизни. На самом деле это бывает. Смешно и интересно. В самом конце заинтриговала, что будет дальше. Прекрасный спектакль. Ну, обсмеялась, но нет же сил. Ну, действительно, постановка развернутого в виде. Артисты прекрасные. Все замечательно. Я просто рада, что я попала на этот спектакль. У нас театр-то направление комедийное. Поэтому, прежде всего, это должна быть комедия. Ну, комедии у нас бывают разные. И фарс, положений. Бывают траги-комедия. Мы хотим «Кошмар фиолетовый» повторить на Рождество, после Рождества. Вот. И, конечно, ознаменовать год 70-летия Победы возобновлением спектакля «Лядовые», с которым мы собираемся ехать на областной фестиваль в Вантеевку. Хочется пожелать успеха коллективу на фестивале. А жители порадовать тем, что в конце ноября театр «Твит» покажет нам новую комедию Коровина «Тетки». А спектакль «Палата бизнес-класса» вы сможете увидеть в скором времени на нашем канале. Людмила Медведева, Евгения Петру, Елена Кошлева. Видное ТВ.